Татьяна Грачева вдова. В прошлом году ее муж погиб в зоне СВО при штурме Авдеевки. Столкнувшись с таким горем, Татьяна не замкнулась, не ушла в себя, а старается жить дальше. Сегодня пришла на встречу с психологом и такими же женами и матерями, которым очень непросто каждый день ждать своих мужей и сыновей. Ну, очень хочется надеяться, что поможет и получится, потому что пока в данный момент времени нахожусь в полностью разбитом состоянии. Вот первый мой шаг, и я решила, что раз это попалось мне, значит, нужно этим воспользоваться. Вдруг у меня все получится, и что-то я сделаю какие-то выводы, и буду дальше двигаться в этом направлении. Что бы хотели себе пожелать? Сил, терпения, держаться, несмотря ни на что, не опускать руки. И помнить, что мы тоже героини. Мы с ними тоже проходим большой путь. Поэтому нужно держаться. Анастасия Яланская – неопсихолог, женский наставник. Для участниц провела творческую встречу «Карта желаний». Анастасия их чувства понимает. Сейчас ее муж в запасе, но успел побывать в зоне СВО. Свою методику уже опробовала на себе и с уверенностью говорит, что она работает. Это вера, надежда, любовь внутри, когда это идет из тебя, как истина. То есть мы говорим про внутреннее состояние, и оно влияет. То есть я как верующий человек и как человек, который верит в чудеса, так скажем, потому что это не просто картинка. Ты здесь даешь импульс, ты даешь мысль. И сейчас нам всем, я думаю, не хватает вот этого волшебства почувствовать что-то такое, что нам поможет, всем нас объединит. Мечтать не только не вредно, но и полезно, уверена психолог. И одним из эффективных методов является «Карта желаний», которую составили женщины. Коллажи и аппликации. Знакомая с детства техника помогает снять напряжение, расслабиться и настроиться на позитив. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События.